отеки это недостаток жидкости в клетке понятно вообще в тканях недостаток жидкости поэтому та жидкость которая находится в клетке выходит в межклеточное пространство важнее дыхание потому что даже когда вы лежите спите вы не ходите работает грудная клетка но это за счет разности давление происходит то есть ток лимфы устремляется зону пониженного давления собственно если сосуд сокращается в обратную сторону это будет формировать застой лимфостаз поэтому задача переобучить систему на фазу вдоха давайте мы возьмем модель посмотрим и что изменится вот скажем так микроскопических манипуляций на человеке давайте вас возьмем уже человек изъявил желание как зовут вас ольга очень приятно ольга очень жалуется на варикоз что у нее варикоз мы сейчас быстренько визуально и быстренько посмотрим что мы можно для себя заметить что может измениться после собственно самой работы большая грудная мышца не работает собственно сейчас будем объяснять почему да да и на меня большая грудная мышца сеть стороны тоже не работает эти мышцы эмбриологические ассоциативно связаны с желудком нет чуть-чуть вот так чуть-чуть нет 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 я сначала выведу полю ага вот так можно задать вот этой частью сюда давить большая грудная мышца не работает собственно поэтому плечики завернуты какая другая мышца выполняет их функцию чуть-чуть вот так то же самое положительно печень желудок они нагружены сильно вероятность того что нагружена поджелудочная железа тоже существует почему потому что она ассоциативно связано с широчайшие мышцы спины и задача широчайшие мышцы спины делать вот плечики чуть-чуть не спускать и разворачивать назад то есть мы этой функции собственно ну и посмотрим все что ниже диафрагмы как себя чувствует хорошо собственно сам кишечник посмотрим даем туда не работает даем не работает это прямая бедра ректус феморис посмотрим квадрицепс их тяжело тестировать но возможно да задача просто ножку разгибать тут нет квадрицепс до медиальной головки тоже нету даем вверх есть только латеральная головка я к вам спиной стану ребят наш так попроще будет тестировать даем вверх медиальная есть латеральная есть на одной ноге функция снижена теперь ножка нужно будет вот сюда толкать даем наружу не работает тазобедренный сустав уже не фиксирован наружу не поднимайте давите наружу собственно проблема скапливается вот сюда да здесь более-менее то есть это угол сигмовидной кишки соответственно будет нарушаться тазовая диафрагма будет проблемы с иишником с маткой ну возможно с проблема будет мочевого пузыря в этом углу селезенка через толстую кишку будет страдать почему потому что здесь связочка есть диафрагма будет страдать потому что есть связочка но собственно все это напряжение напряжение будет передаваться на поджелудочную железу моя задача сделать дренаж который приведет эту область в порядок ну и поехали у нас уже есть азы да как бы сначала ручки вот так ставим вот на эти точки все глазки откроем чтобы я не делал я буду работать с лимфатической системы ну и соответственно по картинке поехали центр управления здесь здесь это все подчиняется будем освобождать зону лимфатическим дренажом здесь и нарваться вниз будет спускаться и нервная система будет запускать те процессы которые нужно основное скопление лимфоузлов это подключичный надключичный подмышечный узел мы здесь в районе шейки до в районе гортани очень много лимфоузлов все поехали не трудно просто эта техника есть в открытом доступе сейчас я расскажу к фамилии кущик дмитрий кущик дмитрий дает эту технику тоже смешно поделитесь можем нет нет тфл среднегодичную другую сторону работы до из ротации и тестировать до но я сразу скажу я не кинезиолог ребят я собственно себя так и не позиционирую люди просто так говорят моя задача грамотно считывать информацию с тела но это до тех пор пока сертификатика не да да У меня задача просто венозный угол освободить, чтобы он собирал лимфу и всё. Работать до цикла дыхания не имеет смысла, потому что спайки на лимфоузлах. Какой смысл гнать воду туда, куда она не идёт? Моя задача сейчас сделать так, чтобы лимфатическая система была в состоянии расширяться, то есть убрать спайки и принять то количество жидкости, которое к ней пойдёт. Интоксикация, которая идёт с органов, тоже должна куда-то уйти, она должна уйти в лимфоузлы. Соответственно, лимфоузлы должны быть готовы, ну то есть масштаб трагедии, чтобы не было никаких масштабов трагедии. Не замерял честно. Я не использую в работе никаких приборов, только руки. Я ничего не замеряю, то есть субъективное ощущение это раз, второе показание мышечного теста, ну и третье, собственно, это опыт. Если по опыту я понимаю, что если здесь не нужно работать, то я не работаю. Ну допустим, если человек ко мне приходит на сеанс, собственно, я с ним разговариваю, да? Кто-нибудь разговаривает? Есть люди, которые принимают других людей? Разговариваете, да? Это нормально. Люди должны разговаривать. Вот приходит человек и говорит, у меня болит спина. Ну замечательно. У меня, кстати, таких много пациентов. Вот приехала женщина, её привёл мой учитель по личностному росту, так скажем, да? Мама с Саратова. Ногу волочит за собой. Ну не идёт нога. Ну и начинаю спрашивать. Я же не полезу сразу в ногу, чего лезть-то. Просто обычно люди начинают, как будто бы знают, что с человеком начинают лечить. Ну и спрашиваю, ну что такое, что случилось? Как давно болит? Ничего не случилось. Ходила по барахолке. Под грудиной продренируем, чтобы проток был свободен. Ходили по барахолке. У нас же великая была барахолка. Ну и всё, собственно. Начала хромать, а потом перестала наступать. Притащили. Я с ней разговариваю. Ну и что, когда началось? Пять лет назад началось. Понимаете, что дисфункция, которая произошла на барахолке, она тянется с пятилетнего возраста. Ну пять лет назад началась. Ну и что случилось пять лет назад? Кто-нибудь может предположить? Нужно ли было делать дренаж этой женщине, который бы точно ей не помог? Она с мужем разводилась. Мне очень хорошо. Ну и всё, с тех пор нога начала болеть. Вот здесь проблема. Поэтому чаще всего я даже людей практически не тестирую. Тут только так, чтобы показать им, что что-то меняется. Какой смысл? Либо человек приходит, говорит, у меня спина болит. Ну отлично, вот так руку положи, всё, не болит. Понял в чём? Аппендицит резали. Даже не раздевая человека. Вот у вас человек сидит, вообще не тестирует, не может не тестировать. Сейчас в районе лёгко освободим. Собственно в чём прелесть-то? Прелесть в том, что вы можете делать это дома. Ребёнку своему можете делать. У меня был приём, одна девушка. У неё постоянно воспаляется горло. Прямо постоянно не живёт без воспалённого горла. Прокачали, переобучили, сразу всё прошло. Сразу. Понимаете, в чём штука? Когда делаешь точно, оно происходит сразу. Соответственно, мышечный тест актуален ещё в том смысле, что по нему можно подбирать количество сеансов. Ко мне никто каждый день не ходит. Не нужно, потому что в теле должны пройти процессы определённые, которые изменят это тело. Через 4-5-10 дней, собственно, там уже ничего не найдёшь по-дому. А есть одна девушка, которая пришла, поработали с ней, ушла. Два дня прошло, она приходится опять с такой же проблемой. Я говорю, а что случилось? Где ты была? Дома была, муж приехал. То есть человек всё время живёт в состоянии стресса, не осознавая этого. Соответственно, одна рекомендация – пару дней, чтобы тело адаптировалось, побыть вне этой ситуации. Потому что нет резервов для решения проблем. Собственно, там лимфодренаж… Там проблемы эмоционального плана, лимфодренаж ей не помогает. Ну, собственно, этим мы и занялись. С стрессом, да, гимнастику Александра делает. Вы понимаете, да? Человек приходит и говорит, у меня болит всё. Это как? Это всё. Это вот здесь болит, вот здесь болит всё. Этого человека невозможно тестировать. Чтобы вы понимали, кинезиология здесь не вариант. Если у вас в голове ничего нету, да? Такому человеку надо говорить, слушай, ну всё, готовься. Вижу смерть за тобой уходит, да? Ну, отлично. Если у него есть квартира, надо нотариусу найти, значит. А когда ты говоришь, они сразу злятся? Не, на меня не злятся. На меня либо обижаются, либо просто ничего не делают. Нет. 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 Очень крепко. по ощущениям просто ткань начинает проваливаться если я чувствую здесь плотно да то есть работаем все пошло до тех пор пока становится да просто не так комфортно иногда бывает что вот так вот делаю так не устаю вообще здесь же два бассейна которые с печени с этого угла собирают из селезеночного угла собирают то есть возникает такая ситуация что лимфатическая система может принять больше чем она принимала до органа и соответственно интоксикация в органе проходит просто проходит интоксикация органа соответственно те клетки которые были воспалены да то есть когда не дренажа возникает некое условие для воспаления причем асептического да и в условиях этого воспаления возникает ну ко чем воспаление характеризуется увеличением ткани да то есть области там где она находится ну соответственно сам орган он увеличивается клетка просто увеличивается и соответственно функцию свою перестает выполнять здесь не здоровых людей я мог любого взять в принципе но кто работает никто не работает но там большое количество лимфоузлов но мы сейчас посмотрим как можно найти конкретные зону с конкретными лимфоузлами которые я не смог проработать это общее воздействие а бывает остаются лимфоузлы которые просто надо до конца довести и вас не они могут быть не по этой схеме которая обозначена на панатомическим до данным они могут быть здесь здесь не особо важно задача просто найти ну и пахово проработаем перед мембраны и за мембраны в принципе не трудно не занимает много времени и что ну самое интересное что не занимает три собственно ресурс врача не забирают не забирает человек приходит говорит я хочу похудеть вообще без проблем давай будем худеть только я не буду тебе бока растирать антиселительным массажем это больно но и не всегда эффективно не говорим все у основным лимфоузлам прошлись который будет собирать периферически не буду трогать на на руках ногах потому что но время туда да собственно желудок этой части сюда да собственно печень до спросили все сделали не все туда да не все ну собственно стало полегче ну вторая задача сделать так чтобы лимфоузлы стали больше вот то есть могли вместить большое количество материала который в них пойдет я прошу человека просто задавить область впадения нет я покажу куда здесь придавить область впадения лимфатического русла то есть поджать просто системе создается некие условия для давления и моя задача те узлы которые я работал создать для них натяжение когда будет натяжение будет рваться спайки внутри моя задача просто придавливать и растягивать можно делать с резким отпусканием это будет создавать некие такие рывки для меня сейчас не принципиально в каком направлении работать потому что но я не работаю с лимфой не переобучаю куда мягче идет там работаю собственно то же самое здесь где основной район обычно проблем но вот вот так делать не надо потому что она сразу сократится вся ей будет больно то есть все движения они должны осуществляться таким размазывающим манере да а руки она не убирает там давление на какое создается она растет и растет за счет того что я лимфоузлы освобождаю растягиваю ну собственно есть куда расти и и и и и и и и и Пускаем. Вдох. И выдох. Даем. Всё? Не всё. А что вы делаете? Я спрашиваю, всё я сделал, не всё. С мозгом заговорить чуть-чуть. Мышцы не буду прорабатывать, только висцеральную систему. Мы посмотрим, что в мышцах будет вам измениться. Хотя если после всех манипуляций проработать мышцы, то лимфа из мышц очень хорошо будет выходить. Собственно, это хорошо для спортсменов, тех, кто занимается подготовкой спортсменов. Почему человек перестаёт бежать? Почему теряются силы? Потому что он закисляется. То есть там происходят катаболические процессы наэробные, выделяется молочная кислота. Собственно, она утилизируется через лимфу, через венозное русло. Если хорошо работает лимфатическая система, он просто не будет закисляться. И задача просто получать питание для реализации этих энергетических затрат. Ну, просто глюкозскую или сахарскую. Едет, бежит, рассасывает. Хотя тоже не является, по сути, правильным. Почему? Потому что как только мы начинаем работать зубками, что-то кушать, сосать, включается парасимпатика. Это прямой сигнал для выключения симпатических отделов или снижения их тонуса. Поэтому бежать и есть – это неправильно. Главное, не жуете воду. Окей. Мы создадим условия для расширения сосудов. То же самое поджатие. Так как лимфа течет снизу вверх, я ее с периферических отделов буду толкать вверх. И, соответственно, это создаст условия для расширения тех отделов, которые вверху, и тех отделов, которые внизу. У тех, у кого большие, скажем так, объемы, можно брать только голень, потому что задача, чтобы лимфа никуда не девалась. Вот то, что говорят, нельзя массировать вниз. На самом деле не совсем правда. Почему? Потому что любая система имеет коллатерали. что лимфатическое, что венозное, что артериальное. Соответственно, то давление, которое вы создадите вниз, как минимум, если оно единичное сюда, оно не создаст разрыва этих клапанов. Просто жидкость разбежится. А наша задача – не дать ей никуда убежать. Поэтому тот объем, который мы захватываем, он достаточно большой. У меня под пальцем 1 см остается, но вся жидкость туда не убежит. Поехали. Все, зажал. Несколько раз делал. То же самое, что со шлангом, да, получится. Шланги, знаете, они вот так вот, когда выжимаешь, они разживаются. Но здесь система более мягкая, нежели резиновый шланг, поэтому это работает. А жидкость продолжает скапливаться, она не отпускает. Там какой-то проток идет, но, собственно, против моего потока – это маленький. Вот вторая ножка тоже сделала, на всякий случай, как говорится. Все, сослабились. А как вы думаете, почему человек полнеет? Ну, вообще, с точки зрения страим-терапии и лимфодренажа? Жир – это инертная ткань, в нее откладываются токсины. Если нет возможности сбросить, значит, нужно утилизировать куда-то. Как минимум, когда вы начнете работать антиселитным массажем, то вот эта жировая ткань, она пойдет в лимфу. Если она не способна справиться, будет интоксикация, причем сильная. Ну и все, собственно, последняя фаза осталась – это переобучение дыхания. Ну, здесь все очень просто. Зона разрежения давления здесь. Соответственно, нужно создать поток лимфы, то есть сосуды получить, чтобы они текли в зону разрежения давления. Вот и все. Делаем вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. То же самое с конечностью. Вдох, выдох. Вы помните, да, что акцент дневной системы стоит на лимфе? Ему сейчас все равно, что там. Ну и, собственно, с управляющей системой тоже сброс делаем. Вдох, вдох. Вдох, вдох, вдох. Вдох, вдох. Все. Ну, можно пройти более глубокие приоритеты. Но они, скорее всего, выведут не на лимфатическую систему, а на какие-то другие нарушения. И первичное нарушение, оно эмоционального генеза. То есть ее лимфатическая система дала сбой по причине эмоциональной перегрузки. И вообще вот эта работа, ну, она менее глубока. Если идти еще глубже, то надо решать эмоциональную проблему, по которой, ну, из-за которой сформировалась эта проблема. Вы эмоционал какого же занимаетесь, да? Ну, я, по сути, занимаюсь всем. Ну, то есть да. Да. Ну, что других вопросов не было, всем. Кинезиотипирование, эмоциональная коррекция, энергетическая коррекция, вестеральный массаж. Ну, единственное, что классику не делаю, потому что неинтересно мне. Все, встаем. А вопрос эмоциональной коррекции, Рой Мартин. Ну, чуть-чуть доработано. Сегодня одну технику дам, которую я доработал. Она тоже действенная. Ну, можно не пользоваться Рой Мартином, она может прям память стирать об инциденте. Как будто его не было. Ну, и новую программу писать. Нет, зачем? Встанем, посмотрим. Таз стал меньше. Ну, по сути, у вас будут изменения по статике динамики, если вы работаете с лимфатической системой. Если ее проработать эмоционалку, у нее живот еще больше уйдет. То есть мозг станет понимать, что нужно делать, почему это все произошло. Ногу не посмотрели, да? Давай на спинку еще. Не снимай прямо так ложись. Да? Какая не работала? Медиальная, латеральная? Латеральная. И она может убить теперь этой ногой. Давайте еще. Тензорфас саппорт. Наружу даем. Но здесь не включилась. Ну, соответственно, это не полная техника. Все, встаем. Ну, все, не могу провести, потому что ограничен временем. По-хорошему эмоционалку надо убрать, все такое. Соответственно, посмотрим, что мы сделали, чтобы понимать, что мы сделали. У нас есть лимфатический узел. Собственно, наша задача увеличить площадь соприкосновения поступаемой жидкости и увеличить количество поступаемой жидкости. Соответственно, зона для работы лимфоцитов будет больше. И, в принципе, в лимфоузле становится больше места. Вот эти клапанами трудно назвать, ну, скажем так, соединения, через которые поступает жидкость из клетки, из межклеточного пространства, тоже имеют тенденцию к слипанию. Наша задача – это слипание просто убрать. Тогда жидкости будет больше поступать, сосуд будет больше расширяться. Ну и, соответственно, любая ваша ходьба, она будет уже тренировать то место, которое было в дисфункции, ну и станет для вас лечебной. Если у вас всё это существует, ваша ходьба 5 километров вас убивает. Ну, по большому счёту, это так. Про лимфатическую коррекцию понятно, доступно, замечательно.